Добро пожаловать на канал Миклухан Макфлайб. Я сегодня в уникальнейшем месте. Это одна из самых интересных церквей Липецкой области. Богоявленская церковь в деревне Спасская Чирикова. Точнее, церковь есть, а деревни нет. Эта церковь в народе называется Полевая. В радиусе 10 километров вокруг нее никто вообще не живет. Здесь нет ничего. Церковь стоит в чистом поле. Церковь уникальная. Пойдемте посмотрим, я немного о ней расскажу. Прежде всего, она уникальна своим месторасположением. Это понятно. Стоит она в поле вокруг ни одной живой души. Плюс к этому, с точки зрения архитектуры, уникальное место. Потому что, обратите внимание, у нее сама церковь выше, чем колокольня. Это как бы не является каноном. И такое встречается достаточно редко. Пойдемте внутрь и смотреть, что здесь. Здесь еще сохранились фрески. Сейчас вам тоже покажу. Есть несколько уникальных фресок. Смотрите. Здесь такой звук, как будто бы пчелы. Не знаю, слышно вам, нет? Вот уникальная фреска. Это фарисей. Такое тоже редко встречается. Видите, он в челме. Почему резко фарисея нетипичная? Потому что, ну, кто читал Библию, фарисей — это не самый положительный персонаж в Библии. И как бы располагать его в храме, его изображение, достаточно странное. Вот еще два лейка остались. Вот, соответственно, сам храм. Там алтарь. Здесь трапезная, крыши нет. Ну, и колокольник. Туда, кстати, можно залезть. Я когда-то туда влезал. Пойдемте остальные фрески посмотрим. Вот в таком состоянии алтарная часть. Здесь фресок нет. Видите, еще сохранилась побелка, штукатурка. Тут розовая. И вот наверху тоже есть фрески. Видите, стоят иконки. Сюда люди приходят. Естественно, в службу никакие не ведутся. Но как бы место до сих пор святым считается. Ну и плюс кладбище. Кладбище работает. Вверху видите. В неплохом состоянии, кстати, фрески. Естественно, эту церковь никто никогда, наверное, не будет уже восстанавливать. Ну, потому что нет прихода, нет людей, которые жили бы рядом и ходили сюда. Мы сейчас ехали по дороге. Дорога перепахана. И люди уже прокладывают сюда путь по пахоте. Ну и теперь немного истории этого интереснейшего места. Как я уже сказал, храм в народе прозвали полевой, так как вокруг него только поля. Да. Деревни сейчас в радиусе 10 километров нет. Хотя раньше деревня была и было поместье. Деревня существовала на этом месте с 1710 года и называлась Спасская Чирикова. Ныне это Липецкий район Липецкой области. Спасская по храму Спаса Рукотворного, а Чирикова по фамилии Помещика, который владел этой землей. А полевая церковь была построена в 1805 году, так как старая обветшала. Так и стоит на своем месте уже более 215 лет. И было село, и жили люди до 1917 года, когда в ходе революции местные крестьяне начали разграбление имения помещика. Уносили все, что могли, а что не могли, сжигали на месте. Семья помещика Чирикова тогда чудом спаслась, уехав тайно на обозе в Липецк. Глава семейства в скорости скончался, а крестьяне, которые остались жить, так и не смогли ничего хорошего сделать с усадьбой. Территорию рядом с храмом и бывшим поместьем забросили. Село осталось в нескольких километрах от церкви. Если подумать, от чего место опустело? Не от того ли, что крестьяне слишком узверствовали? А еще в народе говорят, что помещик Чириков проклял эту землю, проклял свою усадьбу. Ну, собственно, именно поэтому потом все это дело было заброшено, и так и стоит одинокая проклятая церковь посреди полей. Хотя это всего лишь легенда. Но одну тайну мы сегодня сумели разгадать благодаря полетам на квадрокоптере. Обратите внимание на то, где находится крест церкви, потому что снаружи не просматривается и кажется, что креста на церкви нет. На самом деле купол завалился в барабан и прямо сейчас находится там внутри. То есть снизу его не видно, а теперь вот мы и вы знаете, где находится купол и крест этой церкви. И это в какой-то степени небольшое, но все-таки открытие. Пойдемте, наверное, через трапезную мы пройдем в колокольню и посмотрим, что у нас в колокольне сохранилось. Хотя тут сложновато будет пробраться. Везде битый керпич. Вот эти маленькие штучки. Не повыдергивали на металлолом. Мне кажется, когда я был последний раз здесь, здесь еще были решетки. Это было года три назад, здесь стояли решетки. И вот, наверное, за три года решетки вырвались, дали на металлолом. Печальное состояние. На самом деле, видите, тут сколько ям. Это уже черные археологи здесь. Постоянно проезжают всякие копатели. Когда мы последний раз здесь были, мы видели мужика с металлоискателем. Вот, видите, крыша трапезной обвалилась. Так, заходим в колокольню. Здесь вот сводчатый потолок. И вот сюда можно влезть на колокольню. Я влазил. Там ничего интересного. Церковь, собственно, вот могила в кустах. И здесь коронят. Расчищена. 99-й год. 81-й. Вот 2002-й год. Не так давно. И туда дальше тоже могила уходит. Ну, а вот сам храм. Вот, видите, друзья, какая дорога сюда здесь пахота. И просто по пахоте проложили дорогу люди, чтобы на кладбище ездить. А так просто в поле. В чистом поле. Ничего вокруг нет. Такое, друзья, интересное место с интереснейшей историей. Жалко, конечно, что церковь не восстановят никогда. Ну, потому что по объективным причинам здесь никто не живет. Реально церковь стоит в поле. Так и будет стоять. Памятником будут приезжать люди на кладбище. Ну, и такие вот, как я, энтузиасты. Иногда заезжает турист, кстати говоря. И местное телевидение снимает о ней репортажи. Это был мой Клохом Акфай. Друзья, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.